Девушки отдыхают Спартакиада первого курса Казанского федерального университета. Первые виды спорта – шахматы и настольный теннис. Спартакиада вузов Республики Татарстан по ориентированию. Какой вуз лучше всех ориентируется на трассе? Старт третьего розыгрыша студенческой регбийной лиги. Хоккей. Чемпионат Казани. Старт официальных матчей для казанских юбарсов после летнего перерыва. Студенческая футбольная лига Республики Татарстан. Матч принципиальных соперников КФУ против КАИ. Кубок университета по мини-футболу. Кто стал обладателем второй путевки в четвертьфинал? Начнем сегодня нашу программу с первокурсников. Прошедшее воскресенье стартовала Спартакиада среди учащихся первого курса Казанского федерального университета. Первые виды спорта – шахматы и настольный теннис. Милюша Хакимова пристально наблюдала за настольным теннисом и сейчас она подробно расскажет, что и как там было. В минувшие выходные официально дан старт Спартакиаде среди студентов первого курса 2019 года. 20 октября на базе спортивного комплекса «Уникс» прошли первые соревнования, а именно настольный теннис. Всего в соревнованиях участвовало 16 команд, попытавшихся достойно представить команду и защитить честь института. С помощью слепого жребия команды разбили на 4 группы. Две сильнейшие команды по результатам встреч на групповом этапе выходили в следующий этап, где уже по олимпийской системе выявляли чемпиона. Игрокам было необходимо использовать всю свою реакцию и сосредоточенность. В Спартакиаде участвовали как любители настольного тенниса, так и спортсмены профессионального уровня. Стук ракеток и шариков, голоса болельщиков не затихали ни на минуту. Интересный и неожиданный путь пришлось проделать спортсменам Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Как на групповом этапе, так и до финала сборная встречалась с фаворитами турнира. Четверть в финале с Институтом управления экономики и финансов, полуфинале со спортсменами-первокурсниками и с набережной Челнинского института КФУ. И дважды, один раз на групповом этапе и далее в финале с Институтом международных отношений. Встреча с Симом в финале являлась шансом взять реванш Лейсфнимка, так как команды уже встречались на групповом этапе. Но тогда успех был на стороне международников. В финале по партиям счет был 2-2, поэтому победитель кубка определился в дополнительной игре, где по два спортсмена с командой «Девушка и парень» соответственно играют вместе. Именно здесь Юлия Захарова и Данил Наяндин выложили все свои силы, были одним целым и одержали победы в обеих партиях. В результате упорной борьбы сборной Института социально-философских наук и массовых коммуникаций по настольному теннису стала обладательница первого места. Я еще никогда не был так счастлив, когда давал интервью. Сегодня наши герои, это по-настоящему герои первокурсики, заняли первое место по настольному теннису. Такого не было никогда. По крайней мере за мои 4 года мы даже не были в пятерке. Когда мы узнали по правилу, что в этом году будет у нас система такая 2 плюс 2, то есть 2 мальчика, 2 девочки, мы думали, что это для нас будет очередной проблемой, очередным препятствием. Но, как оказалось, это наоборот был только такой трамплин, который привел нас к победе, потому что именно за счет того, что у нас была вторая девочка и такая хорошая, сплоченная команда, мы добились победы. Мы играли три раза в миксте, то есть три раза у нас было такое, что счет был в игре 2-2, и решалась вот как раз та партия, где играл один мальчик и одна девочка. И тогда мы включали самые свои ресурсы, самые мощные ресурсы и просто уничтожали, говорю говоря, соперников, при всем уважении к ним. Очень приятно, очень приятно за первокурсников, потому что для них это реально первое соревнование, выиграть это просто круто. В следующий раз сборная поборется за золотые медали в мини-футболе. Милявша Хакимова и Львина Губайдулина. Неделя спорта. Ну так было в настольном теннисе, а в шахматах места расположились следующим образом. Сильнее всех оказалась сборная Института физики. Следом за ними расположились шахматисты из Института математики и механики. Тройку призеров замкнул набережный Челнинский институт. Остальные результаты вы увидите на вашем экране. Идем дальше. Теперь говорим о спортивном ориентировании. 16 октября на озере Лебяжием собрались лучшие спортсмены из каждого вуза участника, которые поборются за очередные награды в спорта-киаде вузов Республики Татарстан. Подробности далее в сюжете. Именно с этого сигнала начинается отсчет времени для каждого участника. Первым делом ребята получают чипы, которые на время соревнований помогут им зафиксировать свои результаты. При себе имеется лишь простой компас и карта маршрута со станциями, которые обязательно нужно пройти. Тот, кто сориентируется в лесу и придет к финишу как можно быстрее, имеет больше шансов занять призовые места. Во время забега кому-то пришлось не сладко. Из колеи участников выбивала холодная погода и тяжело проходимая дорога. Были и те, кто вовсе пропускал один или несколько контрольных пунктов из-за невнимательности и забывчивости. В этот раз не обошлось и без заблудившейся в лесу. Вскоре их нашли и вывели в безопасную зону. Однако большая часть участников все же пришла к финишу. Александр Петровский, студент Казанского федерального университета. Спортивным ориентированием занимается уже 10 лет. Именно интенсивные и частые тренировки привели его к сегодняшнему результату. Дистанцию в 3300 километров он преодолел за 17 минут 11 секунд и занял третье место. Студентка Казанского государственного архитектурно-строительного университета Ольга Коваль заняла первое место среди девушек. Как признала сама участница, отчасти помог ей счастливый номер 222. Он мотивировал на высокий результат. За 9 минут и 6 секунд девушка прошла дистанцию на 3 километра. Я устала и я думала, что я где-то далеко на самом деле. Но так вышло то, что я выиграла. Мне нравится то, что мы постоянно на природе где-то, постоянно в движении. То, что очень много друзей здесь. В результате кубки за командную работу вручили ребятам из Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Они набрали 748 очков. Среди образовательных организаций второй группы кубок достался Татарскому институту содействия и бизнесу. Сумма их очков составила 368. Несмотря на усталость и холодную погоду, ребята остались довольны своей работой. Однако расслабляться рано. Впереди новые соревнования, постоянные тренировки и предстоящие победы. Адалина Акберова, Анжелика Степанова. Неделя спорта. Теперь переходим к регби. На этих выходных на стадионе Тулпар успешно состоялось открытие студенческой регбийной лиги Республики Татарстан. Кто из команд уже успел выйти в лидеры, расскажет Эльвина Губайдулина. Успешно проведя два сезона студенческой регбийной лиги и вдохновившихся попаданием сборной России на чемпионат мира в Японию, дан старт третьего розыгрыша студенческой регбийной лиги Республики Татарстан. В этом году все матчи полностью переехали на стадион Тулпар, на котором и состоялось открытие. Приветствуем словом, уже по традиции выступил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов. В первых матчах первого тура явную заявку на победу и защиту титула среди мужских команд выдали игроки танкового училища. В этот день они в сухую разгромили мужские сборные Казанского федерального университета и Казанского химико-технологического института. За первое место в первом туре борьбу им могут навязать игроки Академии спорта и Казанского государственного аграрного университета. В женском чемпионате вырисовывается более интересная раскладка. Больше всех побед смогли одержать девушки из Казанского авиационного института. Три из трех. По две победы у Академии спорта и Казанского государственного медицинского университета. По одной смогли завоевать представительницы Федерального университета и Казанского государственного энергетического университета. Нынешний розыгрыш будет самым длинным за короткую историю проведения. Вторая часть второго тура запланирована на 23 октября. В ноябре команда сыграет второй тур. Финал чемпионата будет в мае 2020 года. Впереди еще много интересных игр. Ильвина Губайтульна, Роман Полинсков. Неделя спорта. На радость болельщиков спустя большой летний перерыв в сезон врываются хоккеисты Казанского федерального университета. На льду дворца спорта. Первая команда «Казанский Юлбарс» встречается со сборной Казанского авиационного института в рамках чемпионата города Казань. Сергей Песцов побывал на арене и сейчас подробно расскажет о самых интересных моментах с этого матча. 21 октября у дворца спорта состоялось открытие нового сезона чемпионата города Казань. Первый период стартовал на довольно больших скоростях. Уже на третьей минуте старта в 20 минутке игрок сборной КФУ Марат Хафизов открывает счет удара в нижний угол ворот 1-0. Второй гол не заставил себя долго ждать. Через 2 минуты игроки сборной федерального удваивают преимущество. На сей раз отличился Эдуард Мусин с передачей Егора Исаева похожим ударом в нижний угол. Кажется, игроки сборной КФУ нашли слабое место голкипера сборной КАИ Ивана Шмырова. Ближе к концу первого периода игроки сборной авиационного института сокращают преимущество. А через пару минут игроки КАИ и вовсе сравнивают счет. Первый период закончился с ничейным счетом 2-2. Второй период начался довольно динамично и уже на 22 минуте матча игрок сборной Федерального университета Камиль Вафин с передачей Дамира Салиева броском в нижний угол выводит свою команду вперед. 3-2. И только в середине второго периода игрок сборной КАИ Алексей Поляков хорошим ударом в девятку сравнивает счет. 3-3. За 5 минут до окончания второго периода игрок КАИ Алексей Поляков точным ударом оформляет дубль и выводит свою команду вперед. 4-3. За полторы минуты до конца второго периода игрок Федерального Матвей Тузов с передачей Арсения Орлова сравнивает счет с отличным завершением комбинации. 4-4 по итогам второй 20-ти минутки. Третий период должен определить какая из команд все-таки выиграет первый матч сезона. Игроки сборной КАИ упорно наседали на ворот АКФУ. Шайба долго не могла пересечь на него рот. Игра облизилась к овертайму, но у сборной Авиационного были свои планы. За 5 минут до конца матча игрок сборной КАИ Дмитрий Прошин выводит свою команду вперед. Еще через несколько минут Богдан Шишляев с передачи Аяза Ибрагимова отличным броском с синей линии удваивает преимущество. 4-6 по итогам матча. КАИ наш принципиальный соперник. К игре с полной серьезностью, наверное, подходили. Много не получалось, что-то получалось. Много невынужденных ошибок было. Удаление нас подвели. 5 шайб мы пропустили в меньшинстве. А так, главное было вкатиться в сезон, первый матч. Сергей Песцов, Эльвина Губайдулина, Неделя спорта. Теперь поговорим о спорте номер один в мире. О футболе студенческая футбольная лига продолжается, как и продолжается победная серия Казанского федерального университета в этом турнире. Последний матч федералы проводили на стадионе КАИ «Олимп», где им противостояли игроки Казанского авиационного института. С первых минут сборная КФУ берет инициативу на себя и открывает счет в матче на 10-й минуте. Автором первого гола в матче стал лидер гонки бомбардиров в чемпионате Данил Воронов. Далее сборная КАИ пытается атаковать ворота КФУ, но их останавливают уже и на середине поля. Под заново с первого тайма к воротам прорвался крайний защитник Денис Давыдов, который забивает гол в раздевалку. Со счетом 2-0 команды уходят на перерыв. Во втором тайме наступает переломный момент для сборной КАИ. Получив две желтые карточки, Максим Туганцев отправляется в подтрибунное помещение, оставляя команду в меньшинстве. Но удаление наоборот пошло команде авиационного института на пользу. За пять минут они смогли сравнять счет, пройдя оба раза по одному и тому же флангу. До конца матча оставалось 10 минут, и у сборной КФУ появляется возможность первый раз за сезон растерять нужные очки. Однако такой исход не стал реалистичен после атаки на 65-й минуте, которую результативным действием замкнул Рамиль Загиров. Счет 3-2 так и остается на табло. Сборная КФУ продолжает идти в чемпионате без поражений. На данный момент таблица студенческой футбольной лиги Республики Татарстан выглядит следующим образом. На первом месте с максимальным количеством очков идет Казанский федеральный университет. Четыре победы из четырех. Далее с тремя победами и одной ничьей расположилась сборная Академии спорта. На третьем месте футболисты Казанского государственного энергетического университета. У них, как и у Казанского авиационного института, семь очков, но по разнице мячей энергетики выше. Остальные результаты на вашем экране. От большого футбола переходим к мини-футболу. 16 октября состоялся второй матч 1-8 финала Кубкова университета по мини-футболу, где встречались Институт физики и Институт геологии и нефтегазовых технологий. Кто из команд получил путевку в 1-4 финала и сыграет там с высшей школой информационных технологий и интеллектуальных систем, узнаешь прямо сейчас в нашем обзоре. Третий год подряд жеребьевка сводит физиков и геологов друг на друга на стадии 1-8 финала. И второй год подряд эти команды играют второй матч на турнире. Прошлые встречи проходили под диктовку сборной Института физики. Еще ни разу геологам не удавалось пройти четырехкратных обладателей Кубка Казанского федерального университета. Стоит отметить, что у физиков в этом сезоне произошли явные изменения в составе и было интересно посмотреть на обновленную команду. Но перед матчем был главный вопрос – смогут ли геологи прервать эту череду неудач? Первая половина встречи выдалась безрезультативной. Нельзя сказать, что было за кем-то явное преимущество, но в первом тайме геологи выглядели более предпочтительнее и даже пару раз могли выйти вперед. Но не хватило везения и хладнокровия. Все самое интересное началось во втором отрезке матча. На восьмой минуте второго тайма Аянжел Дебаев нанес удар прямой ногой. В борьбе за мяч с вратарем Института физики, после чего завязалась потасовка между всеми игроками команд. В конечном счете Аян был удален с поля, и у физиков появилось двухминутное численное преимущество, которое они сумели реализовать уже спустя минуту. А позже за неспортивное поведение был удаленный сам вратарь физиков Владислав Ашмяга, и теперь у геофака были все шансы сравнять счет. Но реализовать преимущество ему не удалось. За шесть минут до конца Кирилл Николаев увеличивает счет в матче, приближая свою команду к путевке в одну четвертую финала. Шансов у геологов оставалось и так мало. Увы, собраться они не смогли, и за три минуты до конца основного времени физики делают счет 3-0. Отыграться уже нереально, и лишь за несколько секунд до сирены геологи все-таки распечатали ворота физиков. Это сделала Саймур Асманов. 3-1 и Институт физики в очередной раз преодолевает стадию 1-8, обыгрывая Институт геологии. И теперь в четвертьфинале физикам предстоит встретиться свыше школы информационных технологий и интеллектуальных систем. Один из главных вопросов турнира еще открыт. Смогут ли защитить физики звание чемпиона? Ильвина Губайдулина, Владислав Кузора, Неделя спорта. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась Неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Ромблинсков. Вы смотрели программу Неделя спорта. И еще увидимся. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова